здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный очень красивый в разрезе немецкий чизкейк суп в кухон чизкейк получается нежным тающим во рту без преувеличения в разрезе очень красивый внешний вид у него очень красивый он идеально подходит для детских праздников но по вкусу нравится как взрослым так и детям это десерт который не оставит никого равнодушными и готовится из самых простых и доступных продуктов нежнейший чизкейк внутри итак давайте приготовим сначала тесто 250 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю слегка добавляю туда 8 грамм ванильного сахара также добавляю туда сейчас щепотку соли 200 грамм сахара все это просто перемешиваю до однородности и добавляю туда поочередно 3 яйца среднего размера комнатной температуры весом примерно по 50 грамм яйца без скорлупы добавление каждого яйца я прорабатываю примерно около 30 секунд миксером и добавляю следующие яйцо сейчас я взбиваю эту массу до такого объединения пышности недолго просто чтобы вся яичная смесь была уже объединена с маслом просеиваю сейчас туда 600 грамм муки если вы новичок сухие ингредиенты конечно можно подготовить заранее смешать их вместе и уже держать на готове 35 грамм какао порошка какао порошок у меня не алкализованный обычный и 15 грамм разрыхлитель и один пакетик у меня перемешиваю все это насадками крюк можно конечно же все это и руками вымешивать все на ваше усмотрение делается это элементарно просто и быстро совсем недолго здесь объединяю руками тесто уже не липнет к рукам я припыляю все равно мукой сейчас всю эту поверхность собираю тесто сейчас в такой большой жгутик ничего здесь в холодильник я не убираю делю примерно на визуальные такие три равные части одну часть я убираю и две трети я раскатываю в пласт форма у меня здесь 34 на 24 сантиметра я просто застелила ее бумагой для выпечки вот такой раскатанный уже пласт гораздо удобнее распределять по форме маленькой скалочка сейчас вот так разравниваю у кого нет такой скалочки вы можете использовать просто обычный круглый стакан вы можете все это тесто убрать в холодильник чтобы она у вас охладилась примерно полчаса может быть час я этого не делаю я сейчас все уже вот в таком виде разровняю и буду уже готовить начинку уберу пока в холодильник пока приготовлю начинку 250 грамм размягченного сливочного масла добавляю туда сейчас 4 яйца среднего размера весом без скорлупы каждое яйцо примерно по 50 грамм яйца конечно же комнатной температуры все это просто прорабатываю особого объединения здесь не будет в этой массе 250 грамм сахара туда добавляю все это также объединяю пышности здесь добиваться не нужно это не бисквит просто чтобы более или менее объединилась вся эта масса нужно все это взбить этот кухон то есть пирог по-немецки очень простой один килограмм творога у меня здесь пять процентов жирности вы можете брать нулевую жирность здесь у творога можете до девяти процентов брать творог у меня пастообразный если у вас не пастообразный творог следует его конечно же пробить предварительно блендером творог комнатной температуры я ему также слегка дала аптечной сити два пакетика порошка для пудинга по 37 грамм и 100 миллилитров молока если у вас нет такого порошка для пудинга это ничего страшного вы можете здесь взять 80 грамм кукурузного крахмала и ванильный ароматизатор можете ванильную эссенцию ванильный экстракт брать все на ваше усмотрение у меня он уже ванильный этот пудинг все просто перемешиваю смесь уже готова вот так быстро все это готовится чизкейк получается удивительно вкусный и очень красивый дети особо радуются таком чизкейку всегда выпекать я буду в заранее разогретой духовке при температуре 160 градусов цельсия выпекать буду с конвекцией примерно 45 минут то есть с обдувом время выпекания конечно же у всех индивидуально смотрите по особенностям вашей духовке если в вашей духовке нет режима конвекция следует тогда этот чизкейк выпекать при температуре 175 градусов цельсия примерно один час опять же смотрите по вашей духовке одну треть теста я убирал в холодильник разрываю это тесто делаю такие лепешечки и вот так хаотично распределяю его по всей поверхности вот этой творожной массы поэтому она называется по-немецки цупф кухон то есть суп фруб то что я сейчас делаю это глагол суп то есть я как бы отрываю отщипываю это тесто если даже вот эти кусочки шоколадного песочного теста у вас попадут как бы вглубь самой творожной массы это ничего страшного так тоже бывает делают убираю сейчас выпекаться выпекся мой суп в кухон он конечно же осядет сейчас это нормально это так и должно быть палочкой проверяем она выходит сухая чистый обязательно даю ему сейчас остыть в форме когда он полностью остыл форма снимается с него элементарно просто и быстро он идеально держит форму аккуратненько достал из-под него бумагу для выпечки вот такой красивый он как корова такая получается расцветка у него дать ему конечно нужно полностью остыть и уже в остывшем виде его нарезать он нежнейший получается и вот этот шоколадный у него песочный корж которые основы его вот это шоколадный песочная тает во рту она очень и очень нежная про сам вот этот чизкейк и говорить не приходится тоже нежнейший конечно если вы захотите испечь в более маленькой форме на форму круглую допустим 20 сантиметров в диаметре всех ингредиентов здесь следует брать вдвое меньше получится прекрасный у вас суп в кухон так он прекрасно надламывается вилкой тает во рту и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео